Издательство «Манн Иванов и Фербер» представляет Лариса Парфентьева «Сто способов изменить жизнь. Часть первая». Введение. Несколько лет назад я оказалась в глубоком жизненном тупике. Нелюбимая хоть и престижная работа, 30 килограммов лишнего веса, куча вредных привычек, съёмная квартира, кредиты, вечно неудачные отношения и ощущение полной бессмыслицы. Но самым ужасным было даже не это, а ощущение нереализованности. «Я чувствовала какую-то силу внутри себя, которая просилась снаружи. Я видела в себе потенциал. Я знала, что могу стать кем-то большим». Как-то мне на глаза попалась цитата Гёте. В глубине человека заложена творческая сила, которая способна создать то, что должно быть, которое не даст нам покоя и отдыха, пока мы не выразим её. Я постоянно спрашивала себя, как по-настоящему самореализоваться и что это значит, с чего начать, как вырваться из этого замкнутого круга. Я читала «Историю успеха» и думала, что меня пытаются обмануть. Сначала в этих красивых сказках всё совсем плохо, а потом бац, и хорошо. Но ни слова о том, как пройден путь от самого дна до обложки журнала «Тайм». Как мать-одиночка, которая 7 лет работала официанткой, стала лайф-коучем и помогла более чем миллиону человек найти своё предназначение. Как мальчик из трущоб, у которого не было даже ботинок, смог стать актёром и получить Оскара. Где нашла силы 28-летняя девушка, оставшаяся одна с ребёнком и жившая на социальное пособие, чтобы закончить книгу о мальчике-волшебнике, которая позже принесла ей мировую известность. Как парень по имени Уолт не сломался, когда его уволили из газеты за недостаток воображения и стал известен как создатель мультимедийной империи Уолт Дисней Компани. Как бабушка по имени Лин Миллер в 78 лет впервые вышла на сцену и стала стендап-комиком. Почему учёный Томас Эдисон не сдался после 10 тысяч попыток и в итоге открыл лампу накаливания. И я нашла ответы, которые помогли мне измениться. А теперь я помогаю другим — в книгах, на мастер-классах и выступлениях. Все ответы — в этой книге, которая родилась из еженедельной рубрики «100 способов изменить жизнь» на сайте издательства «Ман, Иванов и Фербер». Только появившись, эта рубрика вызвала много откликов. Люди стали писать о том, как разные истории помогают им двигаться вперёд. Вот такие отзывы я получала. Решено. Запускаю свой проект. Я понял, что через 20 лет буду очень жалеть, если не начну прямо сейчас. Спасибо вам. Или вот такой. Ура! Я чувствую себя счастливой. Сегодня впервые за последний год взялась за своё любимое хобби и нашла мотивацию сходить в тренажёрный зал. А вот ещё. Мои друзья никогда не верили в меня и ни к чему не стремились. Но ваша статья помогла мне посмотреть на всё с другой стороны и найти новое окружение. Или вот. Ваши статьи дали мне веру в собственные силы в тот момент, когда я готова была сдаться. Но теперь я буду продолжать. Я перестал бояться ошибок и неудач в своём бизнесе. И, наконец, понял причины перфекционизма. Спасибо. Сегодня я стала свободной, потому что нашла в себе силы честно признаться, что я не люблю свою работу и хочу реализовать себя. Это мой второй день рождения. И последнее. Нереальный заряд мотивации. Мне хочется творить. Моя внутренняя сила разбушевалась. В этой аудиокниге вы найдёте ответы на многие вопросы. Как выразить силу, которая есть у меня внутри? Как уйти с нелюбимой работы и реализовать себя? Как сделать первый шаг к новой жизни? Как преодолеть страхи и совершить прыжок веры? Как совмещать работу и любимое дело? Как найти окружение, которое поддержит? Как развить личную силу и получить желаемое от Вселенной? Как простить старые обиды и вынуть нож из спины? Кроме того, вы получите персональную формулу счастья из семи составляющих. Аудиокнига включает разделы. Предназначение, мотивация, движение, законы жизни. Каждая из них состоит из нескольких небольших подразделов. Книга задумывалась как универсальный подарок любому, кто хочет улучшить свою жизнь и стать счастливее. Я почти уверена, что она изменит жизнь любого, кто уделит ей хотя бы час. Слушайте, вдохновляйтесь, мечтайте, делайте, меняйте свою жизнь. У вас всё получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!